Я хотел бы поприветствовать сейчас тех, кто присоединился к нам онлайн на телеканале ТБН. Будьте с нами вместе в Слове Божьем, в этой проповеди. Сегодня я хотел бы поделиться посланием, и я его назвал так – «Любовь приходит тихо». И мне бы хотелось, знаете, сегодня говорить о том, каким образом Бог действует в нашей жизни на самом деле. И одно место, с которого бы мне хотелось начать – это Третья книга Царств, 19 глава, и мы можем знать это место, мы можем… оно достаточно известное. Место, о котором говорится про пророка Илью. Пророка, который совершил великие дела Божии. Пророка, который, знаете, вернул целый народ к поклонению Богу. Когда царь, его жена, они увели народ. И, знаете, люди стали поклоняться богам, языческим богам. Люди стали делать то, что непотребно, неугодно для Бога. И мы можем читать про этого пророка, про пророка Илью, о том, что он творит великие дела. Но после того, как он это все сделал, что-то произошло в его сердце, в его жизни. И, конечно, сегодня я хотел говорить не про него самого, что с ним произошло, а то, каким образом Бог в тот момент начал действовать в его жизни. И в 19 главе 3 книги царств, с 10 стиха, мы можем прочитать буквально вот некоторые вещи, которые будут сегодня для нас важны. Написано так. Он сказал, это Илья, возревновал я о Господе Боге Саваофе. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. «Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, и это уже ему Господь говорит, «Выйди и стань на горе перед лицом Господнем. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня в веяние тихого ветра». И дальше мы можем читать о том, что Илья, он пережил встречу с Богом. Бог говорил что-то в его жизни. Бог говорил о том, что он хочет сделать, и Илья исполнил то призвание, которое Господь дал ему. Он пошел и сделал то, что Господь сказал. Но вот интересно то, что написано в этих двух стихах. Вернее, мы прочитали с десятого, в трех стихах, в десятом написано, Илья говорит, «Я возревновал о Господе». Ему так сильно хотелось быть в его присутствии. Ему так сильно хотелось, чтобы в его присутствии люди переживали здесь на земле. Но мы знаем с вами, что это Ветхий Завет, и в это время люди совершенно по-другому переживают Бога, переживают встречи с Ним. Не так, как это будет происходить и происходит сегодня в Новом Завете. Вы знаете, мы читаем о неких состояниях, которых здесь говорит Господь с Ильей о том, что может происходить. И Он говорит, что вот пройдет сильный ветер, который раздирает горы. Но Господь не в ветре. Потом будет землетрясение, Он говорит, не в этом Господь и не в огне, который явится. Но если мы посмотрим с вами полностью на Ветхий Завет, мы увидим, что чаще всего встреча людей с Богом, она выглядела, как написано в самом начале вот здесь. Происходили какие-то особые события. То ветер начинал дуть сильный, и люди понимали, что это Бог пришел. То землетрясение начиналось, и люди начинали, ну, видели, что пришел Господь в силе своей. То сходил огонь. И люди тоже понимали и переживали, что это Бог пришел. Давайте вспомним некоторых персонажей из Библии. Например, отец веры Авраам. Когда Бог ему говорит о том, что он хочет с ним заключить завет, он дает ему поручение, и Авраам рассекает животных, он приготавливает жертву, у него есть некая борьба перед встречей с Господом, там птицы различные прилетают, он их отгоняет. Но знаете, но когда Господь приходит, это такое, наверное, мягкое, нежное прикосновение Божие? Или вот то состояние, которое мы сегодня любим и говорим, знаешь, говорит, сегодня вот в собрании народа Божьего было такое присутствие, и я вот, вот благоговение такое перед Господом. Нет, в той истории все было по-другому. Ночь, жертва, которую приготовил Авраам, птицы, которые прилетают, чтобы украсть эту жертву, это происходит где-то на горе, и это не такое, знаете, благоговейное присутствие, и в этот момент сходит огонь. Столб облачный и столб огненный, написано, столб огненный прошел между жертвенным животным. Как думаете, это было сокрушающе? Это было, не устрашающе ли это было? Давайте про Моисея вспомним. Ну ладно, горящий куст, но когда он, Моисей, выводит уже народ из Египта, и они находятся вот перед горой, где Бог является Моисею, и потом он говорит Моисею, пойди, скажи народу, чтобы приготовились, и через три дня, чтобы пришли ко мне навстречу. Знаете, что люди сказали Моисею, когда Моисей пришел к ним и сказал, Господь Бог ждет вас, а там вдали была гора, на которой на вершине горы сходил огонь, гром и молнии, и люди сказали Моисею, мы тут постоим, а ты иди поговори сам. Ну ведь все же хотят встречи с Богом, правда? Или пророков, давайте вспомним, которые описывают, какое явление Господне было им, как Бог являлся. Например, вот это вот видение, где колеса, глаза в колесах, и гром и молнии опять же. Послушайте, все, что мы читаем в Ветхом Завете, о том, как Бог являлся людям и что они переживали, я бы сказал, это было страшно. Когда, более того, когда ангелы приходили к людям, мы читаем книгу пророка Даниила, и он говорит, когда он был в посте, пришел ангел, он замертво упал перед ним. Явление Божие, оно всегда было настолько страшно, но оно всегда было страшно прежде всего для грешника, но даже Божьи святые люди, которых Бог избирал, они переживали определенные, ну как бы состояние такого, я бы сказал, ужаса, когда они встречались с Богом. Моисей просит Бога и говорит, пожалуйста, покажи мне себя. И Бог говорит, хорошо, но есть одна проблема, если ты меня увидишь, ты умрешь. И он его ставит в расщелине скалы и написано проходит мимо, прикрывая рукой своей его, и только со спины Моисей может видеть Бога. Как думаете, вот когда Бог проходил мимо него? Мне так кажется, горы там тряслись в этот момент, в расщелине скалы было не так комфортно стоять. Господи, как хорошо быть в присутствии Твоем. Так мы любим делать, да? А Моисей, я думаю, стоял и такой думал, не умереть бы. И он понял, что встретиться с Богом по-настоящему, пережить вот то вот его, и встречу с ним для человека ветхозаветнего это всегда сопровождалось с определенным переживанием и не с таким вот благоговейным переживанием. Но знаете, вот в чем вся особенность. Страх очень часто не меняет человека. Мы же с вами тоже хотим встретиться с Богом, так что пережить встречу с ним. И многие люди, я вам хочу сказать, переживают эту встречу. И у кого-то огонь бывает в жизни. Знаете, просто приходит огонь. И мы понимаем, что это сам Бог пришел. И просто своим святым присутствием что-то сжег в твоей жизни. Сжег то лишнее, то что не нужно. Знаете, у кого-то другой будет, у кого-то потрясение бывает. Я однажды, это я только спустя время понял, что я с Богом встретился. Когда ты улетаешь в Кювет на зимней дороге, переворачиваясь несколько раз. И единственное, что ты в этот момент говоришь Господи, спаси и сохрани, ты переоцениваешь всю свою жизнь. И выходя уже из разбитой машины целые невредимые, ты говоришь, слава Богу. Жизнь начинаешь ценить. Людей, которые вокруг тебя. Ну вот в чем особенность человека. Проходит время, мы забываем. Проходит время, и такое ощущение, как будто не было этого потрясения. Как будто ты с ним не встречался. Как будто он не был вот этот великий, страшный, могущественный Бог, который вот так сейчас мог забрать твою жизнь, но сохранил тебя. Если бы мы посмотрели с вами на все Писание и просто оценили то, что происходило до пришествия Христа, мы могли бы понять, что Бог обращался к людям и говорил о том, что они неправильно живут и что им что-то надо изменить свои жизни. Но все эти встречи, они потрясали человека. Но где-то две тысячи лет назад, чуть больше двух тысяч лет назад, Бог сделал что-то особенное. Знаете, Он пришел не в землетрясение, не в сильном ветре, который раздирает горы, не в огне. Хотя Слово Божие говорит, что когда в конце времен Господь придет, небо и земля, все, что наполняет, ее сгорит. Суд будет, но Он пришел как-то совершенно по-другому. Он пришел совершенно в другом образе, и многие люди этого просто не заметили. Вы знаете, как будто в тихом веянии ветра. Вместе с вами я хочу прочитать еще один отрывок. Он тоже нам достаточно известен. Это Евангелие от Матфея, первая глава, с 18 стиха и до конца главы мы прочитаем. Написано так. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как она наконец родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. В этом отрывке о Рождестве Христа нас будет сегодня интересовать 23 стих. Это цитата из пророка Исаия. Евангелист Матфеев цитирует Исаию и говорит, вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Знаете, вот в этом имени Эммануил сокрыто для нас с вами великая тайна и великое благословение, для нас, для людей Нового Завета. Бог пришел тихо и незаметно на эту землю, чтобы спасти тебя, меня, спасти каждого человека на этой земле, чтобы принести благословение в твою жизнь. Он пришел в образе младенца. Просто подумайте, младенцы это, наверное, самые милые люди на земле, самые безобидные люди на земле. Наверное, нет ни одного человека, в ком бы маленькие дети не вызывали умиления, правда? И если бы не пришествие волхвов, то рождение Христа вообще могло остаться, знаете, таким не сильно замеченным. Все, что мы читаем, написано, что пастухи, пастухам ангелы явились, да? И вот как-то это было громко, благоговейно, но не более того. А потом волхвы, которые привели вот в движение целый Иерусалим, но спустя время, и даже про это забыли, нигде больше потом ничего не говорится о том, когда Иосиф с Марией и Иисусом вернулся из Египта, нигде не говорится о том, чтобы кто-то об этом вспоминал. Он пришел как-то тихо и незаметно. И знаете, что написано? Написано, что имя его будет для нас означать «С нами Бог». И в этот раз он пришел тихо, спокойно для того, чтобы изменить все. И если раньше он потрясал землю, сходил в виде огня или сильным ветром приходил в жизнь людей, и это ужасало многих, хотя они переживали это прикосновение его, то сегодня, то в этот раз он пришел спокойно, тихо для того, чтобы прийти в каждую жизнь и изменить жизнь этих людей. И самое главное, что здесь написано о том, что он Бог. Бог, который уподобился людям, который спустился на землю для того, чтобы показать нам, насколько он к нам близко. Что он понимает и знает, кто мы и что мы переживаем. Чтобы просто перевернуть жизнь человека и быть рядом с ним. Просто подумайте о том, что его имя значит, что он с нами не просто периодами, а что он всегда с нами. В каждый момент нашей жизни, не только в воскресенье, в собрании, но мы так верим, что особое Божье присутствие, когда мы собираемся вместе, как церковь, поклоняемся ему, пребываем в слове. Но он с нами, даже тогда, когда мы этого не чувствуем. И он физически это показывает нам. Когда я думал на эту тему, я вспомнил одну сказку. Я не знаю, насколько вы любите сказки или нет, я люблю читать сказки. Различные сказки. Эта сказка увидела свой в свет, была впервые напечатана в сборнике сказок накануне Рождества 1844 года. Я недавно вспоминал о ней, но я думал, что это все, что я об этом подумал. Но почему-то, вот готовясь к этой проповеди, я опять об этом вспомнил. И я такой думаю, интересно, что сколько смыслов заложил автор этой сказки в одну единственную историю, но которая показывает, какой мир и как Христос действует в нашей жизни. Сказка называется «Снежная королева». Мы с ней знакомы. Сказка Ганса Христиана Андерсона. Но правда в том, что многие не знают ее такой, какой она была написана. В советские годы уже в 1969 году, последний раз, она была напечатана в сборнике сказок в нормальном русском переводе, как она у Ганса Христиана Андерсона, а позже ее изменили. Убрали оттуда Христа, убрали оттуда молитву «Отче наш», убрали оттуда псалом, который поет Герда вместе с Каем. Убрали, все это было убрано. Был убран дьявол, который был, ну, определенным образом, и там прямым текстом об этом написано. Были убраны ангелы, которые помогли Герде преодолеть воинство «Снежной королевы» и уже попасть к Каю. Не было ничего уже. И главным персонажем, главным, я бы сказал, таким злым персонажем стала сама «Снежная королева». Но она не самая главная, как оказалось. Вы знаете, то, что Ганс Христиан Андерсон написал в своей сказке, начинается с того, что двое детей, Кая и Герда, поют, еще не понимая смысла этого псалма, стихи из псалма «Уж розы в долинах цветут, младенец Христос с нами тут». Вот интересно, младенец Христос с нами тут, Бог с нами. Это то, что, то пророчество, то послание Рождества, которое сегодня звучит для каждого человека. Бог с нами. Он пришел для того, чтобы быть с нами, изменить нашу жизнь. Пришел не в громе, не в ветре, не в огне, но пришел в тихом веянии ветра. Пришел просто, как приходит каждый человек на эту землю. Но при этом пришел с такой силой, чтобы изменить жизнь человека. И вспоминая «Снежную королеву», вспоминая эту сказку, я не буду пересказывать весь сюжет, там на самом деле очень много смыслов, но знаете, интересно то, что когда Герда уже добирается до замка «Снежной королевы», ей выходит навстречу воинство «Снежной королевы», снежинки, которые превращаются буквально в монстров, в великанов, которые надвигаются на нее. И она начинает просто молиться. Молиться молитвой «Отче наш». Написано, что пар, выходящий у нее изо рта, капли пара начинают превращаться сначала в маленьких ангелов, которые начинают расти, и они разбивают воинство «Снежной королевы». И когда Герда встречает Кая, она его обнимает, пытается ему что-то говорить, а ему безразлично вообще, что появилась его подруга, появилась Герда. У него есть задача, ему надо из льдинок собрать слово «вечность». Потому что когда он соберет его, «Снежная королева» пообещала ему, что весь мир будет принадлежать ему. Вечность будет его, весь мир будет принадлежать ему. Ну вы сами проведите аналогии из этой сказки для себя уже. Но знаете, как изменяется сердце Кая? Я не помню, что вы помните из этой, не знаю, мере из мультика, которую в детстве смотрели некоторые. Она просто плачет и слеза, она растапливает льдинку в сердце Кая. Но в оригинале Ганс Христиан Андерсон рассказывает о том, что Герда начинает опять петь псалом. «Уж розы в долинах цветут, младенец Христос с нами тут». Знаете, на самом деле не слезы, не какие-то убедительные слова, не какие-то наши сильные действия не изменят жизнь другого человека. Как бы мы ни старались. Человек не может изменить жизнь человека, но Бог может это сделать. И вот эти слова «Христос с нами тут», а именно они растапливают льдинку в сердце Кая, и он вдруг начинает плакать горькими слезами, и он освобождается от того проклятия, которое было в его жизни, и он вдруг узнает Герду, и потом они возвращаются домой, и когда они уже в самом конце сидят вместе со своей бабушкой, и та читает из Евангелия, где написано «Будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное». И написано «И только тогда они поняли значение Псалма, уж розы в долине цветут, младенец Христос с нами тут». Бог с нами. И это самое сильное, самое замечательное, что мы можем найти в Рождестве. И он приходит тихо. Его любовь, она проникает в сердце человека иногда незаметно, без потрясений лишних. Просто в простой жизни, если мы посмотрим на все, что происходит с людьми, происходило с Гердой в этой сказке. Да, у нее были очень тяжелые обстоятельства, она находилась, просто встречалась с различными людьми и персонажами, которые своего хотели. Но она продолжала идти тем путем, на который поставил ее Господь. Она продолжала идти и верить, что изменится. Божье присутствие, по большому счету, можно сказать, постоянно с нею было. Божье присутствие постоянно с нами. Его любовь, она наполняет наше сердце, знаете, не так, что иногда хочется, мы, знаете, приходим перед Богом и ходим, как Господь. Вот сердце мое, вот прямо сейчас сюда, прям налей так сполна. Но мы не выдержим. Нам страшно будет, если Бог придет во всей своей силе и славе, могуществе своем. И этому много примеров. Но он начинает постепенно наполнять сердце человека своей любовью. Когда ты пребываешь в слове его, когда ты читаешь его слово и размышляешь об истине его. Когда ты в простых молитвах приходишь к нему и начинаешь говорить о том, что есть в твоем сердце и с чем ты не можешь справиться. Когда ты свое упование возлагаешь на него и говоришь о том, что я просто нуждаюсь в тебе. Я не знаю, Господи, как мы с этим будем справляться, но я уповаю на тебя. Как много людей в истории христианства, знаете, они знали, что нужно сделать, чтобы, казалось бы, угодить Богу. Какие правильные действия надо сделать? Но как мало тех, которые за всеми этими правильными действиями по-настоящему поняли, что бы ты ни делал своими усилиями, это никак не изменит обстоятельства в твоей жизни, а только его присутствие, только его тихое присутствие, постоянное присутствие с нами. Поэтому, знаешь, вот эти слова, которые звучат в Рождестве, Бог с нами. Это, наверное, самое мощное, самое замечательное, что может быть в нашей жизни. Один христианский автор, говоря о присутствии Христа в жизни людей или о том, о встрече людей со Христа, он говорит, у людей всегда есть три реакции, когда они встречаются со Христом. Они либо пытаются убежать от Него, потому что они не могут вынести, вот греховная натура человека не может вынести присутствие того света, той любви, благодати, которую несет с собой Христос, и они просто убегают от Него. Или они начинают, пытаются убить Христа, пытаются кидать в Него камнями и кричать «Распни Его». Но третье – это реакция тех, которые просто осознали, что Бог с нами – это реакция поклонения. Заметьте, что ученики Христа и многие, кто встречаются с Ним, мы читаем в Евангелиях, они поклоняются Ему как Богу. И ведь Христос не отвергает их поклонения. Они поклоняются не человеку. Они в Нем видят Божественное. Они понимают, что Бог пришел для того, чтобы их жизни, они изменились. Он пришел, чтобы изменились наши жизни. Он пришел, чтобы преобразились наши жизни. И что нам нужно в нашей жизни сделать? Ну, во-первых, и оно может показаться, знаете, нелогичным из всего, что я сказал. Но это очень важно. Нам нужно быть смелыми. Потому что Бог с нами. Нам нужно быть смелыми в своей вере. Нам нужно быть смелыми в том, что говорить о том, что да, я верующий человек, я христианин. Почему? Потому что Бог с нами. Понимаете? Он с нами. Он преодолел вот все, что нас разделяло с Ним. Не нам надо было преодолевать это. Он преодолел, чтобы быть с нами. Поэтому давай будем смелыми. Мы Его дети. Его любовь наполняет наши сердца. Да, нам есть чему меняться еще в нашей жизни. Но Бог с нами. И поэтому нам нужно иметь эту смелость. Второе, о чем бы мне хотелось сказать, послушай, нам нужно преодолеть. Преодолеть свои какие-то преграды, которые мешают нам приблизиться к Нему и просто быть рядом с Ним. Кто-то говорит иногда, у меня совершенно нет времени, чтобы молиться. Мы вчера вечером разъезжались отсюда из храма вместе с молодежью. И кто-то сказал, ну, бывают различные такие, они делают челленджи, что ли, вызовы такие себе бросают. Кто-то говорит, у нас, нам надо 30 минут в день молиться. Я себе сижу такой и в уме считаю, 30 минут в день, но ведь это на самом деле не так много. Правда? Если взять те, ну, хотя бы, давайте возьмем 15 часов, если хотя бы 15 часов бодрствования взять, это 2 минуты в час. Ну, и кто-то посмеялся и говорит, молитва за еду сюда не включается. Вот так же можно, знаете, так, за еду помолился 30 секунд, 30 секунд один раз, второй раз, третий, а если ты 5 раз питаешься. Ну, послушайте, ну, нам нужно преодолеть вот эти наши барьеры, преграды, когда мы говорим, мне некогда, я устал, у меня слишком много времени, некогда читать Слово Божье. Нам нужно научиться пребывать в Слове Божьем не только в воскресенье, в собрании, но и дома, и в то время, когда у нас, когда она у нас есть свободная. Что мы выбираем, когда у нас свободное время? Выбираем открыть Библию и поразмышлять над истиной, о которой мы говорили в воскресенье, в среду или на домашней группе, или послушать какую-нибудь музыку для молодежи, для них же посмотреть сериальчик, включить телек. Что мы выбираем? Просто поговорить ни о чем с человеком, который рядом со мной. Я сейчас никого ни в коем случае не обличаю, не обвиняю. Я говорю о том, что нам нужно просто преодолеть это расстояние, так как прямо...